Привет, я Макс, и сегодня посмотрим новинки смартфонов. Верни Марс, ещё одна новинка от уже нашумевшего бренда. Прошлый смартфон Верни Тор получился очень популярный в своей категории. Посмотрим, что будет в этот раз. Процессор Mediatek Helio P10, оперативной памяти 4 ГБ. С разрешением 1920х1080. Камеры на 13 Мп с поддержкой 4К видео. И передняя на 5 Мп. Также имеется сканер отпечатков пальцев, батарея на 3000 мА, USB Type-C, 4G, GPS и GLONASS. Смартфон имеет свои плюсы. Это 4 ГБ оперативной памяти, что пока редкость в таком ценовом диапазоне. И рамки дисплея стали ещё тоньше. Всего 2 мм. Внешний смартфон металлический. И антенны, сделанные как на последнем айфоне. Выглядит, конечно, хорошо. Да, ещё многие подумают, а где же сканер отпечатков пальцев? Он расположен сбоку. И опять же это удобно. Как на устройстве от Sony. Цена смартфона немного странная. 250 долларов. И это точно чутка дороговато. За такую начинку. Чего уж точно не ожидаешь от этого бренда, который старается сделать максимальную начинку по максимально низкой цене. Но, вероятно, это всего лишь рекламный ход. Так, сейчас имеется специальная скидка в 50 долларов. То есть, цена смартфона в данный момент 200 долларов. И, вероятно, через месяц он будет стоить столько же. Как и многие аппараты, которые появляются в дни анонса. По завышенным ценам. Так вот, за 200 долларов или за 220 это очень классный смартфон. Тем более 99% он получит следующее обновление. Meizu M3 Max. Прямой конкурент Xiaomi Mi Max. Единственное отличие от других Meizu, это его крупный дисплей. В остальном, это всё такой же Meizu. По начинке, процессор Meizu Helio P10. 3 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенный. Также поддерживает карты памяти. Экран 6 дюймов. Разрешение Full HD. И закруглённое стекло. Камера на 13 мегапикселей от Sony. И на 5 спереди. Аккумулятор на 4100 мА. Также поддерживает 4G, VoLTE, USB Type-C, GPS и GLONASS. Сканер отпечатков пальцев M-Touch расположен на передней стороне. Новинка будет интересна, кому необходим крупный дисплей. Для работы в интернете, либо для просмотра фильмов или тех же игр. Цена смартфона 260$. Ну а все ссылки в описании к видео. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите лайк. И будьте в курсе свежих новостей о смартфонах, гаджетах и мобильных технологиях. Новости выходят каждый день по будням. Удачи и пока.